Добрый день! Гомельские льноводы отрымали у Раджаю двоя вышейши за летошние. На переда дни дня пожилых людей на Гомельщине проходят доброчинные акции. Первого костричника у Международный день музыки Гомельская областная филармония открывает 50-й концертный сезон. А зараза б гэты меньшим больш падрабязна. У Гомельской области сё лето означают высокую ураджайность льно-трасты. Специалисты кажут, что повысилась и якость сыровины. Як проходить уборка белорусского шоуку. Расскажет Настасья Кучинская. Спалю лён, трапляя на перопроцовку. Самый буйный уровень Йоник Армянский льнозавод. Зараз ён працует на полную мощь. Вытворчасть протягивается три працовные измены. За сутки тут перопроцовывают до 40 тонн льно-трасты. Два годы тому на предприемстве усталявали сучастную перопроцовчую линию. И она зарабила вытворчасть больше продукцией и полепшила умовы працы. Оборудование новое, конечно же, намного чище. Поэтому, наверное, легче. И процесс, да, облегчён. Армянский льнозавод долго лишился проблемным предприемством. С переобсталяванием и изменой керавництва многие пытания смогли вырошить. На сегодня предприемство полностью различилось с долгами. Запустили автоматизованную котельну. Зараз обыгрывают себе самостоянно льно-кострыцей, отходами вытворчасти. Лишки продают. В наступном годе сбираются усталявать сушилку лёну. Распроцовка хомельских новуковцев да поможет повысить якость сыровины. Планируем, скажем так, заготовить льно тресты семь с половиной восемь тысяч тонн. В прошлом году, скажем так, к примеру, у нас было пять семьсот. То есть процентов на 35-40 у нас объём тресты увеличился. То есть нам должно его хватить до получения нового урожая. Всё лето-акрары больше уважливо подошли до опроцовки хлеба, да помогло и надворье. У вынеку урожайность ильно тросты в Гомельской в области сёлита на 50 процентов, высшая, чем год тому. Собрано 650 тонн осенья лёну. У два с половой разы больше, чем летость. Истотно повеличился и таки важный покажчик, як середний номер ильно тросты, якая поступает до места заховывания. Качество льнотресты, номер в выходе, средний номер единица, 1,05. Я думаю, что это выше, чем прошлогодний. В связи с этим, что выход волокна соответствующий будет более лучший, выход длинного волокна будет более качественный. Так что и госзаказ будет в этом случае выполняться на поставки наршанским на комбинат. Вырошиванием лёну у Гомельской в области займаются у шести районах. Самые великие площадки полю у Кармянским, Будокошалёвским и Чачерским. Специализация обумовлена размещением ильно заводов, цехов и вытворчих участков, где перепрацовывают сыровину. Целком завершить уборку белорусского шоуку у Рахиёне планують у початку Кастрычника. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько. Телерадо и компания Гомель. Сегодня в Доме интернации для состарелых и инвалидов Шубина отбылась доброчинная акция. По традиции на передо дни дня пожилых людей с подарунками установу наведали члены Гомельского областного объединения профсоюзов. Разом с организаторами акции там побывала Ганна Ковалёва. В Доме интернате для состарелых и инвалидов Шубина проживает 95 человек. Дагляд за имя ведут прикладно полсотни человек у основным медицинский персонал. Правда, на самой справе их обовязки не обмежевывают с оказанием меддопомоги. Но им состарелым потребная простая увага и человеческая зносина. Есть выражение, что Бог всем дал родиться, но не каждый доживёт до глубокой старости. То есть это дар. Мы всегда им говорим, что ну да, вы уже не молоды, но вы должны жить и сегодняшним, думать про завтрашний день. И дай Бог, что вы дожили до такого преклонного возраста, хорошо выглядите, здраво рассуждается. Это не столько праздник, сколько повод вспомнить о всех наших стариках, о всех наших пожилых. Скористалися такой нагоды и активисты Гомельского областного объединения профсоюзов. У компании студентов университета имя Франциска Скарына и Жахарам Шубина они провезли присмаки и подарунки. Дарыш, и этому сябровству уже амаль шесть годов. Стольки областного объединения профсоюза ушевствуют над домом-интернатом. Есть дополнительные льготы и гарантии, которые позволяют поощрять людей, которые ранее работали в трудовых коллективах. И без исключения все отраслевые комитеты, первичные профсоюзные организации в преддверии дня пожилого человека проводят эту работу. В Оголе на этом тыдне Шубина наведали и инши организации и волонтерские коллективы. И усе с веншаваннями и подарунками. Самым духачаканным з'ех стал бадай автомобиль, со заявлением якого теперь станем акчимым перевозить инвалидов-колясочников. Большие слова благодарности всем волонтерам, организациям, которые не чуждаются, которые вместе с нами. Благодарность им огромная. Но сегодняшним нашим гостям тоже большое спасибо. Профсоюзы всегда нас навещают, всегда внимание оказывают. Поэтому большие слова благодарности. Большое им спасибо. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио компания «Гомель». Завтра у Международный день музыки Гомельская областная филармония открывает 50-й концертный сезон. Он распочнется концертом камерного хора и камерного оркестра Гомельской филармонии. Музычные шедевры такую назву отримала программа. У концертной зале колледжа Мастацтва у имя Соколовского прагучать створы Баха, Вивальди, Гайдна, Шапена, Глинки, Чайковского. А кроме двух камерных коллективов, своим майстерством и таллин, там хомельских меломанов порадуются и иншие ведомые артисты. Это будет Галина Павленок, народная артистка Белоруссии, которая исполнит два романса Чайковского. Это будут лауреаты международных конкурсов, инструментальные трио «Лирица», которые также исполнят произведения эпохи Возрождения, 16 века. И, конечно же, наши солисты-инструменталисты Трофим Антипов, который исполнит великолепное произведение Вивальди из времен года. Будет Андрей Глазенков, который будет исполнять на таком инструменте интересном, бандонионе. И, конечно же, наш пианист, солист, который исполнит для вас Паланес Шапена. Это наш Фомин. Я хочу сказать о том, что всегда мы рады, когда очень много слушателей в зале. И, как сказал один древнегреческий философ, он сказал так. «Природа и искусство – это две вещи, которые приносят наибольшее эстетическое наслаждение людям». Поглядеть на Польшу иншими вачима. Выстава Рышарда Каи «Плакаты вельми польские» открылась в Палацово-парковом ансамбле. Креативная аутобиографичная экспозиция на Гомельщине представлена у Першынё. Рышард Каи народился в Познании. 10 годов он працавал мостаком-постановщиком у театрах Польши. Он является аутром больше, как 200 сценографий для театра, балета, оперы, телебачения и некоторых фильмов. Час от часу мостак займается дизайном интерьера и декором, а так само проектуя книжные иллюстрации, театральные программы, каталоги, али отдае первого плакатам. Зараз их у его творчей коллекции больше, как 300. 50 представлены на выставе у Гомели. Экспозиция поделена на две частки. Першая присвечена наибольшевядомым польским городам и мятцовостям. Другая – театральные плакаты мостака. Али объедновывая их в образность, лаконичность и поэтичная шчырость. Поглядеть на поль с чувачи Мариша Рдакай можно до 30-го костричника. И о спорте. Семь команд приняли удел у чемпионата областной организации товариства «Динамо» по службовым «Шматборье». С поборницей пройшли у Гомели. Свою спортивную подрыхтоку демонстровали супрацовники органов правопарадку и безпеки. У каждой команде по 4 человеки. Моцнейших выявляли у трех дисциплинах – стральбе, плаванье и бегу. Спорт не только в моей жизни, но и в жизни каждого офицера снимает немаловажную роль. Потому что каждый сотрудник просто обязан обладать физическими навыками, какими-то умениями, чтобы в сложной ситуации сложился какой-либо, уметь применить свои навыки на практике. В минулом году перемогла команда областного управления департамента «Ховы». Другое место было у супрацовников Управления внутренних справ. Все лета гэта и коллективы так само подтвердили статус фаворитов. Правда, у лидирующей группе отбылася ракировка. Команда Управления внутренних справ после первого этапа узначали лагульный залик и не покидала первого места на протягу всех споборництвов. Департамент «Ховы» разместился на другим родку. За третье место велася напруженная боротьба. После стральбы и плаванья команда войсковой части 12-42 на некальки балов опереджвала спортсменов Управление Следчого комитета. Усё вырошил забег на полторы тысячи метров. У супрацовников Следчого комитета отрымалася опередзить пограничников и взысти на пьедыстал гонору. На гэтым выпуск завершен. У студы працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам удалого дня. До новых встреч в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова